По данным Министерства Республики, онкологическая патология занимает третье место в статистике смертности населения республики. Именно поэтому руководство нашей Якутии ставит на первое место строительство онкологического центра. Так, к 2016 году в Якутске будет построен онкологический центр. Также в Якутии совершенствуется система выхаживания младенцев. Так, к 2017 году в Якутске будет построен новый перинатальный центр. Мы спросили у горожан, как, по их мнению, строительство сразу двух важных объектов здравоохранения повлияет на жизнь горожан. Только у нас больных, конечно, нужно строить центр онкологический. У нас же нет таких вообще концертов. Например, человек заболел раком, да, ему придется там деньги искать, что в городе якутии строил онкологический. Безусловно, нашей Якутии нужен онкологический центр, потому что в последнее время в Якутии наблюдается очень много больных онкологий. И даже среди моих знакомых, очень молодых людей тоже наблюдается такие болезни, как онкология. Центров там мало, конечно, желательно, конечно, побольше детских еще и онкологических, конечно, в центре. Да, я полностью поддерживаю строительство онкоцентра в нашей республике, потому что заболевание вообще онкологическое – это достаточно глобальная проблема и на уровне всего человечества. И то, что этот онкоцентр будет построен в нашей республике, это, конечно, огромный большой плюс для нашей республики и для всех онкобольных. Центры, я считаю, необходимы для нашей республики, но республика старается быть на уровне, открывает новые-новые центры. Я считаю, что наша республика продвигается. Очень много недоношенных детей, в связи с этим нужны хорошие центры пренатальные и макубаторы. Ну, думаю, что в сфере здравоохранения это будет очень нужно. Ну, и недоношенность детей. Когда-то мы думали, что Россия очень мощные и сильные женщины в России, да, и коня на скаку остановят и прочее, и рожали в степи, и тут же дальше шли работы. То сейчас, в связи с ухудшением вообще экологической обстановки и так далее, очень много деток рождается недоношенных. У меня сейчас, например, подруга лежит, садила девочку недоношенную, лежит, ну, если бы был такой серьезный центр с хорошим современным оборудованием, то, конечно, было бы гораздо проще, гораздо лучше. Конечно, перенатальный центр, который планируется строить, он стал бы толчком развития демографической ситуации не только в республике, но и в стране, которая в последнее время ведет наше правительство очень в таком компетентном виде. В июне в Москве состояла встреча министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой и временно исполняющего обязанности главы Якутии Егора Борисова. На этой встрече они договорились о создании совместной рабочей группы по подготовке проекта строительства онкоцентра. После чего президент России Владимир Путин направил соответствующее распоряжение в адрес Минздрава Российской Федерации, Министерства регионального развития и заместитель председателя правительства Ольги Голодец. Будем надеяться, что уже в ближайшем будущем жители Якутии будут обеспечены самыми современными услугами в сфере здравоохранения.